В Астане прошел 10-й чемпионат Азии по легкой атлетике. В спортивном мероприятии международного уровня приняли участие 359 спортсменов из 31 страны. Одну из призовых медалей завоевала казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова. Подробнее расскажем в сюжете. 10-й чемпионат Азии по легкой атлетике прошел в спортивном комплексе «Казахстан» в Астане. В сборную Восточно-Казахстанской области вошли 43 спортсмена и 20 тренеров. Как отметил глава региона Даниил Ахметов, принимать спортивные мероприятия такого уровня – это большая честь для нашей страны. Мы, кстати, единственная страна на постсоветском пространстве, которая принимает два международных турнира мирового уровня. Это свидетельствует о том, что наша инфраструктура до 100 степени развита. Наши спортсмены будут бороться за 26 комплектов медалей, 24 в индивидуальных и оставшиеся два – это будут командные соревнования. Наша республика показала высокий уровень развития легкой атлетики. Так, в дисциплине прыжки в высоту отечественные спортсменки завоевали весь комплект медалей. Золото заслужила Надежда Дубовицкая, показавшая результат 1,87 метра. На втором и третьем местах расположились также казахстанские легкоатлетки Кристина Овчинникова и Елизавета Матвеева. Блестящие результаты продемонстрировали и наши спортсмены в беге. В дистанции на 60 метров второе место заняла Ольга Сафронова, финишировав за 7,32 секунды. Всего лишь 0,4 секунды отделяли её от первого места. Какие могут быть комментарии у меня в чемпионате Азии? Мне чуть-чуть не хватило догнать первое место, но всё же я рада показанному результату. И самое главное, медали есть. Неважно, какого она достоинства. Атмосфера, эмоции, вообще какие-то сумасшедшие происходят. Такая большая поддержка, столько людей пришло. Я очень благодарна нашим болельщикам, которые нашли время посетить наш чемпионат Азии. Вы не представляете, сколько сил и энергии это добавляет. Спасибо вам. По итогам чемпионата сборная Восточного Казахстана заняла второе место. В активе спортсменов шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медали. Но есть и другие новости. Олимпийская чемпионка Ольга Рыбакова объявила о завершении своей спортивной карьеры. Выдающая спортсменка по легкой атлетике Ольга Сергеевна Рыбакова на трех олимпийских играх, будь то Пекин, Лондон и Рио-де-Жанейро, завоевала три медали олимпийские. У нее есть в копилке золотая медаль Олимпиады, серебряная медаль Олимпиады и бронзовая медаль Олимпиады. И сегодня она приняла решение завершить карьеру профессиональную. Мы хотели бы от имени главы правительства поздравить, поддержать Ольгу Сергеевну. Я уверен, что вы продолжите своей неиссякаемой энергией, богатым жизненным, профессиональным опытом делиться своими навыками с нашими подрастающими спортсменами и будем вместе развивать легкую атлетику в Казахстане. Я благодарна своей семье, моему мужу и моим детям за их понимание и поддержку. На фоне дефицита должного им внимания и заботы от меня, как от жены и матери. Я благодарна моим тренерам, моим коллегам, докторам, массажистам, в общем, всей нашей большой, сплоченной, дружной и спортивной семье за их профессионализм, за их заботу, сплоченность и сопереживание. И, конечно, я благодарна своей стране, от президента и спортивных руководителей до самого маленького, самого юного моего болельщика только за одну единственную, но невероятно важную веру в меня. Даниил Ахметов выразил уверенность, что впереди у казахстанских спортсменов еще много выдающихся достижений, а наша страна примет еще не одно спортивное мероприятие высокого класса.